This conference will now be recorded. С первых курсов института, в итоге уже где-то 30 лет с хвостиком небольшим, страшно говорить, но вот стараюсь развиваться вместе с тем, как развиваются IT-подходы. Вот, и сегодня, как вот я в вводной части сказал, да, такой заголовок «Практики методики в ITIL», эта тема, конечно, сама по себе практически бесконечная, но вот что интересного в ITIL 4 версии, ну, там много интересного, конечно, да, вот, как раз там на следующей неделе будет курс, я так понимаю, некоторые из участников там уже записаны, кто-то еще может принять, у вас будет фаундейшн-курс, там мы три дня говорим именно об основах, да, это три дня только об основах, он уже будет продолжать, выбрав, ну, какое направление еще дальше, еще глубже для вас более актуально, но про вот эти все направления я сейчас рассказывать не буду, если у кого-то есть интерес, зададите вопросы, уже тогда потом в сессии вопросов-ответов озвучу. Не буду эту тему углубления сейчас затрагивать, оно есть, безусловно, но это у нас далеко не первый такой семинар по ITIL, и, в общем, когда вот мы последние два года, вот, да, ITIL 4 начал выходить два года назад, в сентябре, ну, там, в начале октября прошлого года выпуск 4 ITIL, выпуск 4 ITIL завершился, да, то есть, там, полтора года. В полу-выпуске мы, естественно, все это время тоже по мере появления информации такие семинары проходили, проводили, я там, естественно, все линейки углубления рассказывал, куда можно расти, за что там отдельные блоки, модули отвечают, если кому-то интересно, эти все записи есть на сайте специалиста, презентации есть на моем сайте, ну, если вот прямо сейчас что-то интересно, зададите вопросы, но так я на это специальное время сейчас уже тратить не хочу, потому что действительно информации много, ну, да, там, специалист вообще много курсов представляет, там, больше, ну, здесь так скромно написано, больше тысячи, на самом деле, наверное, где-то там порядка полутора тысяч уже, по-моему, никто уже не считал, очень много, и там одних ITIL-овских курсов, так, чтобы сильно не соврать, ну, в районе десятка точно, да, разная направленность, специализации, степени погруженности, так что, да, все это есть, а я вот как раз сегодня, на чем хотел бы, так, остановить внимание, ну, в общем, наверное, вы слышали, могу, наверное, предположить, все-таки ITIL-у уже 35 лет, да, в этом году будет, первые публикации, ну, даже не, нет, публикации вышли году в 87-м, 8-м, 9-м, но зародился ITIL в 86-м году по инициативе Маргарет Тэтчер, когда она, в общем, что совершенно логично признала, что госструктуры, они какие-то неповоротливые, и поручила, значит, изучить лучшие практики применение IT как раз в коммерческих компаниях, да, собственно, с чего ITIL и пошел. И вот ITIL, так как набор лучших практик развивался, там, 30 лет с хвостиком, была достаточно большая пауза в развитии ITIL-а между 11-м и 19-м годами, ну, не будем на этом тоже останавливаться, там, куча всяких причин, на мой взгляд, это даже позитивно, потому что когда вот все время что-нибудь меняют, придумывают новое, а потом пытаются это внедрить, это тоже иногда это просто гонка, такая новизна ради новизны. Ну, вот, когда появилась четвертая версия ITIL-а, в чем ее, ну, такое концептуально заметное отличие от предшественников и вообще, в принципе, от очень многих методик, методологий, фреймворков других. Если мы возьмем, ну, какие-то известные методики управления проектами, да, есть методика от PMI, ну, я упрощенно немножко говорю, да, там, свод знаний по управлению проектами PMBOK, есть стандарт, там, тот же британский PRINCE2, есть, там, ну, какие-то стандарты, не буду их сейчас все перечислять, да, вот каждый стандарт, он как бы сам про себя, между ними много общего, все, но каждый стандарт сам за себя. Есть COBIT, да, в области IT-сервис-менеджмента, это тоже вот своя методика, ну, больше ориентированная на Ауди. Ну, есть небезызвестный скрам, да, очень такой жесткий фреймворк, да, хотя они себя и называют легким, но на самом деле очень жесткий фреймворк, такой замкнутый, который что-то ориентирован. А что собой представляет четвертый ITIL? Четвертый, выпускающая организация ITIL, соответственно, Axelos, да, если кто не слышал. Так вот, Axelos, Axelos пошел по очень интересному пути. Он, с одной стороны, более сложный, с другой стороны, в нем есть свои такие интересные плюсы и находки. Вот, собственно, о чем сегодня я хочу поговорить. Что это за путь? ITIL не стал, ну, да, я так говорю, ITIL не стал, конечно, ITIL неодушевленный, но каждый раз произносить выпускающая организация, бла-бла-бла, да, поэтому коротко. ITIL, да, не стал замыкаться в себе, став фреймворком, да, фреймворк, то есть что среда, окружение, то есть в этой среде есть множество разных компонентов. Что это значит? Это значит, что в ITIL сейчас интегрированы и встроены очень большое количество методов, технических фреймворков. И хотя сейчас ITIL уже не позиционируется как набор лучших практик, а сам позиционируется как фреймворк, но по сути он как раз собрал другие практики и прошлых версий ITIL, и вот там те же Agile, вот вы здесь видите, бережливое производство, и вот такие стандартные, линейные, или как их здесь назвали, многофазные проекты, и DevOps, и, ну, в общем, везде сейчас применяем модель Continuous Improvement, постоянного совершенствования, и модели зрелости, и системы сбалансированных показателей. И что в этом хорошего, да, давайте поговорим о хорошем, конечно, у любой медали есть всегда две стороны, но я сегодня предлагаю сосредоточиться на хорошей стороне, а про сложности где-нибудь в другой раз поговорим. Ну, плюс, на мой взгляд, в данном случае совершенно на мой взгляд, из опыта и в IT, и уже давно там не только в IT, а IT как инструментом трансформации компании, организационный консалтинг, проектный консалтинг, вот там, все, чем я занимаюсь, вот исходя из этого, в чем я вижу достоинства? Ну, как бы ни банально звучало, мир действительно стал очень разнообразен. Казалось бы, избита, но вот, ну, да, это так. Разные отрасли, разные компании, даже внутри одной отрасли, разные компании в силу своего там исторического пути, бэкграунда, даже иногда региона, где они находятся, им могут лучше подходить те или иные методики, подходы, инструменты. И вот тот факт, что IT самые разные инструменты объединяет и дает возможность их комбинировать, делает его гибким. То есть нет одного единственно правильного пути. Его действительно нет, да, вот нигде. И IT становится таким хорошим справочным подспорьем того, как можно, что можно использовать, как можно использовать. И, наверное, один из самых ценных моментов, как можно комбинировать. Вот не упираться, мы работаем на такой методологии, или мы работаем на такой методологии, да, вот это все как раз глупость. Как можно комбинировать. Ну, вот как раз давайте поговорим. Ключевую вещь я, в общем-то, уже сказал, да, это действительно, на мой взгляд, очень такая серьезная выигрышная позиция нынешней версии ITIL, вот такая вариативность, комбинаторность, а, соответственно, возможность использования в разных компаниях, в разных отраслях. Или даже для одной компании возможность собственного постоянного развития. Потому что, ну, как ведь любая компания с чего-то начинает, да, нельзя сразу применить, даже если ты знаешь, или даже если ты нанял какую-то там суперкоманду консультантов, или там схантил какую-то команду, они пришли из компании, они знают методики, подходы, они все равно сразу с нуля не заработают. Все равно нужно пройти некий путь развития. Это, кстати, модель зрелости, о которой мы сейчас чуть дальше с вами поговорим. А начали мы с чего? С вот этой, ну, достаточно хорошо известной, которая, модели постоянного совершенствования, которая применяется, конечно же, не только Вайтил, она известна с конца 50-х годов, сейчас развивается, собственно. Те же Agile подходы на ней основаны. Эта модель применима и к техническому развитию, и к развитию организации, к развитию команд тех же самых там Agile, DevOps команд. В чем она состоит? Мы выделяем, какой участки, которые нам нужно улучшать. Могут быть организационные процедуры, это может быть прокачка навыков персонала, это может быть техническая составляющая. Все, что угодно. Принцип абсолютно общий. Но хвататься за улучшение всего и сразу, задача достаточно бессмысленна. Это, скорее всего, путь к хаосу и к развалу. Улучшать нужно постепенно. И вот этот самый PDCA, или как его еще называют, принцип дейминга, да, принцип дейминга. В ком он состоит? Он состоит как раз, напомню, если кто-то подзабыл, да, такая вот, какой используемая вещь. Вот у нас есть разные участки, которые требуют улучшения. Всего самых разных причин. Где-то у нас там сложности, проблемы, а где-то, возможно, мы находим точку, может быть, какого-то существенного прорывного роста. Мы не можем хвататься за все сразу, что мы должны сделать. Отприоритизировать. Что сейчас наиболее важно? И вот для вот этого наиболее важного участка выработать план, полностью этот план выполнить, do. У дейминга есть еще одно очень хорошее правило. Не нужно пытаться улучшать в процессе улучшения. Его еще иногда так, по аналогии с правилами дорожного движения, называют правило двойного обгона. Если ты улучшаешь и видишь, как можно сделать еще лучше, не надо. Почему? Во-первых, улучшая улучшение, есть риски навредить. А во-вторых, мы же не стремимся к идеалу. Мы говорим о бизнес-среде, то есть экономической эффективности, экономической достаточности. Поэтому выполнили улучшение, как планировали, проверили, мы достигли чек желаемого уровня качества, желаемого уровня производительности, убрали ошибки до какого-то приемлемого уровня. Если да, то действуем дальше. Переходим к следующему участку. Нет. Продолжаем совершенствоваться, act. При этом все время держим то, что называется, в уме, в рамках этой модели совершенствования, что это не просто хаотические точечные улучшения, а вся вот эта цепочка последовательных улучшений, она ведет к улучшению с точки зрения развития организации компании в целом. Это тоже достаточно известная модель, которая, кстати, использовалась и в предшествующих версиях хайтела. То есть здесь такая наследственность, преемственность, она абсолютно просматривается. И во главе, так сказать, этой модели, в топе, вот что мы видим. Цели, задачи, бизнеса, его видение, миссию. То есть, естественно, любые IT-услуги должны, чтобы поддерживать основной род деятельности компании. Как поддерживать? Ну вот, собственно, эта модель здесь и реализуется. Сначала нужно понять, где мы есть, провести оценку базового состояния. Классический бейслайн, про который также наверняка все или почти все знаете. Мы оцениваем бейслайн инфраструктуры, мы оцениваем бейслайн технологический, мы оцениваем бейслайн зрелости команды и так далее. Да, понять, где мы есть. А дальше вот как раз нужно понять, а где мы хотим быть. И вот на основании этого как раз, собственно, и выбрать те точки приложения усилий, которые сейчас наиболее актуальны. Вот этот план, да. Дальше. Выполнить этот план. Do. Проверить, достигли ли мы успеха на этом участке работ. Вот провести сверху, потому что действительно, мир стал вука, да, волатильный, неопределенный и так далее. Может быть, нужно что-то скорректировать, опять отприоритизировать. И вот, собственно, вот она и есть модель такого постоянного улучшения. Когда в каждый отдельный момент времени мы, будь то IT-подразделение, будь то какая-то DevOps-команда, будь то проектная команда, концентрируем свои усилия на определенном участке, а как только этот участок мы довели до требуемого уровня, переходим к другому, который актуален уже на этот момент времени и так далее и так далее. То есть это надежно, это достаточно устойчивая модель развития, но в то же время она не дает то, что называется застояться. Понятно, что, опять же, в нашем таком меняющемся мире застояться, это значит потерять, проиграть конкурентную гонку, конкурентную гонку. Это самая, конечно, известная такая, самая известная методика из числа тех, которые используют ITIL. А как достигать, да, как вот действовать? Ну, хорошо, вот, да, сказали, что нужно постоянно совершенствоваться, выделять какие-то участки. А как вот этот план составлять? Как этот план реализовывать? И вот здесь у ITIL в четвертой версии тоже есть предложение, назовем так, да, формировать так называемые цепочки создания ценности. Этот термин менее широко известен, он пришел как раз откуда из бережливого производства, да, из линк продакшн. Что такое цепочки создания ценности? Цепочки создания ценности – это, по сути, рабочие процессы, алгоритмы действий, workflow, да, перевожу на более понятный язык, ну, то, что более часто используется. Естественный разумный вопрос, ну и зачем? Ну, хорошо, кто-то называет workflow, кто-то называет рабочие процедуры, кто-то называет там почкой создания ценности. Ну, по большому счету, кстати, совершенно согласен с такой постановкой вопроса. Действительно, никакой принципиальной разницы нет, переучивать там свою компанию, что раньше мы это называли по старинке рабочей процедуры, а теперь мы вот будем модно, современно называть цепочкой ценности, нет смысла. Что подчеркивает само название цепочка создания ценности? Именно подчеркивает это, скорее, такой стилистический, лингвистический акцент, хотя, ну, он правильно фокусирует. То, что рабочий вот этот процесс проверен на то, что он в конечном итоге приносит ценность. То есть это не деятельность ради деятельности. Да, я понимаю, звучит иногда забавно. Вот попробуйте у себя на работе такой даже экспресс-анализ провести, да, там, даю 99,9% что вы найдете какую-нибудь рабочую процедуру, которая утверждена всеми приказами по компании или которую команда считает, ну, да, само собой разумеющейся. И по ней работают просто потому, что все так привыкли. А если вдуматься, никакого полезного выхлопа от нее нет. Вот этот термин цепочка создания ценности, он как раз как бы, ну, так, привлекает внимание, да, не привнося ничего принципиально, но он привлекает внимание. На выходе должна быть ценность. Но это еще не все. Это еще не все. Кроме того, что привлекает внимание, что мы должны проверять, причем регулярно, вот так же, итеративно проверять, что действительно рабочий какой-то процесс, рабочая процедура действительно создает какую-то ценность, полезность, потому что поменялись условия, поменялась ситуация, потому что процедуру параметры, но кроме этого, нужно еще обязательно проверять, верифицировать, что шаги этого рабочего процесса выполняются эффективно и рационально. Ну, согласитесь, тоже вещь вроде бы банальная, но опять же, если так по-честному оценить, а всегда ли мы так действуем, что мы вроде бы идем к намеченной цели, и действительно процесс, в принципе, дает нужный результат, но сами шаги выполнения нерациональные, слишком большие затраты, слишком большие задержки, или говоря более общими терминами того же самого бережливого производства, большие потери, любого рода потери. Брак, переделки, баги, избыточные затраты, простой персонала, работы, которые делаются в стол и потом не попадают в продакшн, демотивированный персонал, ну, все, что вот как раз относится, вот сейчас как раз и будем следующим шагом говорить, вот виды потерь, да. И вот каждый шаг должен в этой цепочке создания ценностей проверяться, верифицироваться на то, что он рационален, что как мы можем его оптимизировать, нет ли в нем потерь, а если есть, то можем ли мы эти потери снизить. Ну, вот как раз, кстати, уже буквально кто вот в ближайшую среду будет даже на базовом курсе, мы как раз, кстати, даже по такому же слайду, по этим видам потерь пройдемся. Это такой классический слайд из методик бережливого управления, который перечисляет 8 видов потерь. Ну, изначально, когда придумали еще там в 70-х годах на Тойоте бережливое управление, там выделяли 7 видов потерь, сейчас выделяют 8. Ну, и вот мы как раз поговорим эти потери, как их выделяли в производстве, какой они имеют смысл, какой они имеют смысл войти. На самом деле, каждый из видов потерь действительно войти присутствует. Ну, например, очень часто встречающийся вид потерь войти излишней обработки. По-другому иногда называют gold plating, да, там золотая патина. Что это за вид потерь нерациональных шагов, когда какая-то фича, например, продукта, сервиса делается с более высоким уровнем качества, чем это требует заказчик, чем это необходимо потребителю. Скажем, ну, не знаю, совсем условно, чтобы куда-то в дебри не уходить. Заказчик выставляет требование, что у него, скажем, там 2000 транзакций проходят в чат, а команда взяла и делает нагрузку устойчивость до 10 тысяч транзакций. Зачем? Спрашиваясь. То есть, получается, что часть ресурсов затрачена нерационально, нереальность в реальности никогда не будет использоваться. То есть, какой-то шаг выполнен нерационально, скажем, в проектировании. И вот Айтил, что вот в четвертом Айтил еще как раз очень удачно реализовано, есть вот это понятие системы создания ценностей, цепочек создания ценностей, именно как принцип. И Айтил описывает базовые блоки вовлечения заинтересованных сторон, планирование, проектирование, внедрение, приобретение, разработка, улучшение, предоставление, поддержка. И вот когда первый раз люди смотрят на вот эту схему, они думают, ну и что, ну какой-то там красивый кубик внутри шестигранника и о чем? На самом деле это вот о чем. О том, что из этих составных частей из кубиков, которые нам даются, мы можем сами составлять, ну где-то для базовых процессов на Айтил, конечно, подсказывает, это вот мы разбираем, в частности, на курсе как раз по созданию и предоставлению услуг, свои цепочки. Потому что, например, для создания услуги, вот здесь так условно показано, своя цепочка, нужно вовлечь стейкхолдеров, спланировать, спроектировать, потом разработать, потом внедрить, потом передать в эксплуатацию. Ну такая укрупненная цепочка. А допустим, для решения инцидента будет своя цепочка. Для обработки, например, сервисного запроса или запроса на изменения будут свои цепочки. То есть, с одной стороны, есть общий принцип построения вот этих рабочих процессов с их проверкой на полезность, целесообразность, на рациональность каждых отдельных шагов. А с другой стороны, декомпозируя на все более и более частный уровень, мы можем строить такие процессы. Допустим, на примере инцидента. Что это? А это не что иное, а как-то самая цепочка ценностей. Вы ее, скорее всего, привыкли называть алгоритмом. Но вот давайте проверим этот алгоритм. Какую он приносит ценность? Ну вот, кстати, вопрос вам, как участникам. А в чем ценность вот этого рабочего процесса по решению инцидента? Можете ответить в чате, например. А поскольку процесс, естественно, декомпозирован, мы можем анализировать на основе опыта, на основе обратной связи, на основе там статистики действий, где у нас узкие места, где у нас, например, инциденты часто зависают, задерживаются, или где у нас там наибольшее количество ошибок. Вот в этом как раз и суть вот этих методик, цепочек создания ценностей через, и их анализ через выявление и минимизацию потерь. Или вот, пожалуйста, другой пример тоже как инструмента, который сейчас очень активно используется. Канбан также является, ну, тут хитро немножко. С одной стороны, IT включает в себя Канбан, а с другой стороны, Канбан шире IT. Но в данном случае я привожу пример даже не Канбана как методологии, а Канбан как вот самый простой такой элемент, инструмент, да, это, кто он нам дает? Он нам дает анализ простейшего рабочего процесса, да, если это какая-то адаптивная agile, по agile работающая команда над сравнительно небольшим продуктом, да, вот задачи, поступающие в работу, что нам дает Канбан? Возможность отслеживания визуализации. То есть, опять-таки, понимание, где у нас, например, узкое звено, то самое пресловутое бутылочное горлышко. Ага, уже не рационально. Вот, кстати, коллеги, кто Михаил, я видел из вчерашней группы, подключился, кто, если еще коллеги, вот мы как раз буквально там вчера на одном из курсов по DevOps там прям разбирали. Вот такой анализ. Как перераспределить ресурсы тогда можно? Как выстроить поток задач, оптимизировать, чтобы в продакшн попадало как можно больше задач, чтобы как можно меньше было вот таких бутылочных горлыш. И вот раз зашла как раз речь, да, Канбан, он тоже идет оттуда из 60-х, а вот на основе как раз agile, link, классического ITIL, чуть больше 10 лет назад появился подход DevOps, да, Development and Operations. В том он состоит? Он состоит в том, что одна команда полностью отвечает за продукт и за создание, и за развитие, и за текущую эксплуатацию, включая там консультации пользователей, решения инцидентов и так далее. То есть создается одна общая точка ответственности. Хороший подход. Да, имеет право на существование в довольно широком спектре. Как всегда, нет серебряной пули, но для большого спектра ситуации такой подход хорошо подходит, хорошо работает. И как раз вот в четвертом ITIL DevOps тоже включен. Как раз, кстати, как хорошая иллюстрация вариативности, ITIL сохраняет и, ставший привычным уже можно даже, наверное, сказать, классическим подход. Да, там, первая линия, вторая, третья, там, вендор и так далее. Может быть такой подход? Конечно, может быть, он очень хорошо себя зарекомендовал, как раз в частности, как вот несколько слайдов назад, пару минут назад. Вот. Классический подход, вот эта схема с почки для такого классического подхода. Первая линия фиксирует инцидент, приоритизирует, при необходимости скалирует старшие линии, исследует, решают. Какая-то совсем старшая линия занимается там развертыванием или исследованием проблем на основе. Прекрасно работает подход. А может в других ситуациях, когда нужна быстрая реакция, быстрый отклик на, допустим, требования клиента, быстрый отклик на изменение какой-то внешней рыночной ситуации. Лучше будет работать DevOps-подход, и вот он также сейчас включен в IT. Для одного продукта компания может выбрать классическую модель, а для другого продукта эта же компания может выбрать такую DevOps-модель. Они абсолютно нормально между собой совместимы. То есть даже нет и речи о том, чтобы говорить, наша компания работает только по DevOps, а наша компания работает только по классике. Нет, прекрасно совмещается. Ну вот как раз, да, там на DevOps-овских курсах мы говорим о том, как можно вычленить, скажем. Если более важна надежность, стабильность, лучше использовать классическую модель. Если более важна быстрая реакция на меняющиеся какие-то условия от клиента, от рынка, от регуляторов, еще от чего-то, лучше подходит DevOps-модель. Если продукт небольшой, DevOps-модель применима. Если продукт очень какой-то крупный, или как вот сейчас для них таких даже придумали термин, монолит, лучше подойдут классические модели и сопровождение, и классические модели разработки. Хотя, как мы вот, кстати, говорим и разбираем, внутри DevOps-а классические проекты тоже могут существовать. И тоже прекрасно себя зарекомендовали. Если, например, нужно радикально поменять продукт. Ну там есть DevOps-команда, и она расширяется и выполняет проект по радикальному развитию, и идет миграция с версии на версию, а дальше опять идет постепенная такая доработка, эксплуатация. Тоже возможный вариант. И вот такое постепенное развитие можно зафиксировать. Более того, можно определять разные IT-услуги, IT-продукты, насколько нужно развивать. Потому что вот мы с вами начали как раз чего? С того, что постоянное улучшение. Но улучшение же оно не само по себе нужно как улучшение, да? Это же не догма. А улучшение нужно для чего? Для улучшения экономических показателей, экономической эффективности, клиентской удовлетворенности. И вот для того, чтобы оценить, помочь оценить, это, конечно, не абсолютный такой триггер, но очень хороший инструмент, который помогает оценить целесообразность развития того или иного участка, того или иного продукта, сервиса. Это модель зрелости. CMM как расшифровывается? Capability, maturity, model. То есть модель зрелости, способности, если совсем вот так условный, буквальный перевод давать, да? В таких моделях они очень широко распространены. Вот ITIL теперь тоже включает в себя такую модель. Вот видите, такое многообразие, с чего я, собственно, и начал. Чем эта модель полезна? Она позволяет определить, она позволяет определить конкретный участок работы, команда, продукт, первая линия, что-либо еще, на каком уровне развития находится. В качестве примера давайте возьмем, допустим, начальный. Что такое начальный уровень? Это какая-то хаотическая деятельность, знаете, из серии схватили-побежали, да? Или как принцип лягушки. Да, там лягушку в лапку укололи, она лапкой дернула. Хаотичная деятельность, это вот как раз там сверху прилетела какая-то указивка, схватились, сделали, забыли. Есть такое? Есть. Более того. Вообще вот эта теория зрелости, о которой мы, кстати, тоже вот на базовом даже курсе ITIL говорим, ну, не очень много, мы, конечно, не могу сказать, что прям изучаем эту теорию, но все-таки разбираем, как ее применить. Это очень полезная штука. Любой участок с этого начинается. Его перескочить нельзя, да? Всегда бывает. Мы этим не занимались, а вот теперь нам этим пора заняться, да? И никто не знает, как. Это всегда такой метод проб-ошибок. Но долго оставаться на этом уровне? Ну, невозможно. Это нерационально, это хаотично, это множество ошибок, это недовольство персонала, соответственно, большие затраты. Как обычно действуют? Кому-то поручают, говорят, ну, ты займись или там ваша команда займись. И кто-то начинает заниматься метод проб-ошибок, кстати, один из основных инструментов DevOps, да, фаст, фейл-фаст, метод проб-ошибок. Гипотеза. Вот какая-то группа, иногда один человек, два, там, три, пять, начинают этот участок работы постепенно отлаживать. И они отладили его под себя, да, вот этим методом проб-ошибок у них вроде получается. И вот этот уровень так и получил название повторяемый, repeatable. Это уже неплохо. То есть какая-то такая типизированная деятельность, уже люди знают, как работать, где там какие грабли, как лучше сделать. Но это пока замкнуто внутри команды. Или там внутри какого-то подразделения, каких-то вот отдельных даже людей не знает. Тогда следующий уровень может потребоваться. Нужна деятельность реально стандартизовать, чтобы можно было масштабировать, чтобы можно было планировать улучшения, да, чтобы была вот прозрачность. И для многих продуктов вот этот уровень достаточно. А вот если продукт, услуга существенно влияют на прибыльность, снижение издержек, да, прямое явное влияние на рыночную позицию, можно поговорить о более высоких уровнях зрелости. Ну вот мы в частности как раз тоже и на базовом курсе ITIL об этом говорим, на проектных некоторых курсах об этом говорим. И вот здесь как раз уже может быть некая точка отсечения. Для этого участка достаточно третьего уровня, то есть говорят совсем простым языком. Старый добрый принцип. Работает, не трожь. Все, мы вывели, вот он работает, отладили, все, не трогай. Почему? Потому что, чтобы улучшить можно, это вложение, а отдача от этих вложений адекватной уже не будет. А вот здесь и особенно здесь мы улучшаем и улучшаем и улучшаем, потому что любое вложение в улучшение окупается там, не знаю, кратно. Так. Вот. Заметьте, с чего начали, тем мы с вами практически и завершаем. Мы как бы определяем границы применимости вот этого постоянного совершенствия. Все, на этом участке достаточно, а на этом еще надо развивать. А этот участок вообще нужно развивать постоянно. Ну вот. Такой обзор основных моделей, конечно, далеко не всех. Я не стал в рамках нашего такого экспресс-семинара затрагивать такие стандартные классические айтиловские практики, как управление инцидентами, проблемами. Их там сейчас 34. Понятно, что это предмет не для одного еще такого разговора. И даже ни одного полноценного курса. Мы даже вот на базовом курсе делаем обзор основных практик. Там 18 или 19, из 34. А потом уже на детальных курсах, вот как раз на этом погружении, уже в зависимости от направленности. Где-то сервис ДЭС, где-то вот создание развития, где-то управленческие там и так далее. Вот. Поэтому вот, собственно, мы и говорим о том, что, ну, вот, айтил сейчас дает такую вариативность, что мы действительно можем скомпоновать под себя. И это очень хорошо. То есть, действительно, с одной стороны, не изобретаем велосипед, не проходим сами по грамлям. А с другой стороны, мы и не загнаны в какие-то очень жестко формальные рамки и можем адаптировать под себя. Ну, и, собственно, вот как раз специалисты тоже вот такая адаптация под разные, под разные возможности, именные, коммуникационные, там, географические есть. Вот, когда будете выбирать курсы, форматов очень много. Я вот как раз хотел бы свою коллегу Светлану подключить. Светлана, пожалуйста, тогда вам слово. Да, вот, как можно погрузиться более глубоко вот в эту тематику, какие у нас есть возможности. Да, пожалуйста, Светлана, передаю тогда вам слово. Подключайтесь. Светлана с нами. Так, наверное, да, пожалуйста, Светлана. Да, я подключилась. Да, пожалуйста, мы вас с удовольствием слушаем. Да. Чуть ближе к микрофончику немножко типа, по-моему. Меня слышно? Спасибо. Да, да, слышно, да, да, немножко ближе к... Добрый день, меня зовут Светлана Гранина. Нет, Светлана, боюсь, пропадает. Очень приятно. Дорогие коллеги. Светлана, пропадаете. Слышите меня? Фрагментарно, фрагментарно. Что-то у меня со звуком. Ну вот вроде сейчас слышим, да, пожалуйста, пожалуйста. Так, ладно, что-то действительно, видимо, с каналом. Дорогие друзья, представлюсь еще раз. Меня зовут Светлана Гранина. Да, что-то, 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 видимо. Коллеги, ладно, я тогда, чтобы мы время не теряли, у нас действительно все экспресс, немножечко подхвачу, то есть действительно вы можете выбрать разные варианты, разные формы, да, вот не обязательно приезжать в класс, у нас, в общем-то, онлайн очень давно развивался, и, кстати, вот раз могу сказать этим, я занимался в специалисте, поэтому, кстати, вот примеры развития там онлайна, очно-заочного и так далее, в том числе и на этиловских курсах очень активно использую, потому что это ведь тоже продукты, да, это тоже продукты, продукты в данном случае внешние, когда можно выбрать там не приезжать в офис или приезжать кому как удобнее, да, или там тот же очно-заочный, допустим, формат, когда можно часть занятий взять на себя, а с преподавателем консультироваться. Какие-то редкие курсы у нас идут в открытом формате, когда вы занимаетесь, когда вы занимаетесь самостоятельно по видеозаписям, а преподаватель присутствует в онлайне, ну, или в классе, по мере, как, значит, все будет восстанавливаться, и именно индивидуально консультировать. Но это вот касается, конечно, не базового курса, это касается таких редких, почему это на редких очень удобно, ну, на редкие курсы группы полные редко собираются, а в открытом формате там как раз люди из разных редких курсов, но одного направления, да, я вот, например, всех как раз могу проконсультировать, да, вы можете заниматься в своем таком темпе, вот как раз, даже как мы с вами сейчас на семинаре видели, работа отвлекает, естественно, работа важнее, можно вот это все как бы вот подстроить, да, вот, ну, вот обратите внимание, Светлана как раз дает информацию, и в чате я вот показываю, можно вот сфотографировать QR-код, в общем, как всегда для тех, кто почтил нас своим вниманием, мы тоже всегда с удовольствием делаем шаг навстречу, и за участие в семинаре можно уже на такие крупные курсы получить, получить такие скидки и участвовать. Ну, это вот такая организационная информация, коллеги, пока вот по ходу, если какие-то вопросы возникают, и организационные, и вот по тому набору инструментария, фреймворка, который я сегодня осветил, осветил, рассказал, пожалуйста, вот сейчас как раз, как я и говорил вначале, готов ответить на ваши вопросы, если кто-то хочет, может быть, задать вопрос голосом, как-то поделиться своими соображениями тоже, я думаю, с удовольствием это сделаем. Вот так, спасибо за участие, за уделенное время, вот, с учетом, что сегодня пятница, надо доделать дела и иметь уикенд хороший, оставляю контакты, контакты наших менеджеров, контакты мои, пожалуйста, связываемся, если какие-то возникли, ну, не сейчас уже возникнут вопросы по ходу, пожалуйста, звоните, заходите на сайт, пишите, так что, спасибо, спасибо еще раз за участие, мы пока на связи, если будут сейчас какие-то вопросы, то мы пока еще несколько минут на связи. Тут же, как, наверное, вы знаете, есть же дипломные программы с получением дипломов, то есть уже не как одиночные курсы, да, вот такой целой линейкой, целой цепочкой. Николай, литературу по какому вопросу из затрагивавшихся, потому что, если по всему, это можно там бесконечно рекомендовать. По какому из вопросов конкретно, если вы скажете литературу, я тоже, соответственно. Сергей, я вообще давным-давно убежден, что с Айтил надо начинать. И второе ваше утверждение, Айтил, прежде всего, про поддержку, совершенно несправедливое такое впечатление. Нет, Айтил, он про весь жизненный цикл в равной степени, от идей до вывода из эксплуатации. И вот как раз о чем я сегодня и говорил, что одна из таких больших положительных сторон нынешней версии Айтила, что он себя включает в частности, в том числе и в ведении обычных стандартных проектов. Поэтому руководителю проекта быть знакомым с Айтилом, на мой взгляд, надо обязательно. И нужно хотя бы, ну не хотя бы, а именно с основами Айтил быть знакомым до того, как вы начинаете погружаться в проектную деятельность. Потому что проект, он же ценен не сам по себе, а он является одним из шагов создания как раз продукта, или как он называет спочку ценности. И вот как раз понимание Айтила помогает разобраться, понять место проекта, роль команды, взаимодействия. Поэтому абсолютно обязательно знать Айтил. Уровень глубины, ну понимаете, глубоко весь Айтил знать вообще, наверное, не может никто, скажем так. Все равно все так или иначе где-то специализируются. Если вы, скажем, специализируетесь в области проектного менеджмента, то общее понимание Айтил и, ну, основные методики, фреймворки, разработки, там, многофазный, девопс. Чтобы просто хотел понимать проект, как вести стандартно и каким образом, да, как лучше выбрать. Я бы, наверное, так сказал. Николай Никулин по-прежнему от вас. Жду уточнения относительно области, которую вы спрашиваете про литературу. Если вообще про все, то зайти на сайт axelos.com и, как говорится, там читать все подряд. Вот, ну, это ж понятно, что это не рекомендация. Там много чего. Есть как раз axelos.com. Нет, очень сильно ошибаетесь, домин. Очень сильно ошибаетесь. Я только что вот про это сказал. Айтил – это не больше про сервис-деск. Это в равной мере про все. Причем очень давно. Это не какая-то новинка четвертой версии. Айтил про весь жизненный цикл продукта как минимум с 2007 года. От бизнес-идеи до вывода из эксплуатации. Так что нет. Сервис-деск – это только одна из составляющих, абсолютно равнозначная. Не меньше, но и не больше, чем все остальные. Курс по сервис-деску также есть, но это тоже один из, не более, чем один из курсов и одно из направлений подготовки. Вот, если вот сюда вернуться. Вот, есть сервис-деск, есть вот создание. Вот, кстати, треки по созданию IT-сервис-менеджмента. Если даже просто в качестве примера, он включает в себя и создание услуг, и поддержку, и общий менеджмент. Так что вот так. Под эвопс. Сейчас, секунду. Дайте зайду. Я сейчас запись тогда отключу уже. Спасибо. О, но... Спасибо.